Приветствую вас. В панической атаке есть подавленные желания ваши. В панической атаке есть игнорирование по большому счету того, что с вами, например, происходит. То есть при панических атаках человек игнорирует свои чувства, свои желания. Они, эти чувства и желания, условно говоря, выдвигаются на задний план. Вот. И вместо этого, да, человек делает какие-то вот действия. Действия, человек поступает каким-то образом, которым поступать, в общем-то, не должен был. Но так вот появляется панический атак. То есть у панических атак есть своя причина. И первое, что нужно сделать, первое, что необходимо сделать, это установить эти самые причины. Значит, панических атак, которые у вас, вероятно, имеют место быть. Вот. Ага. Дальше уже, в дальнейшем, уже можно будет либо рекомендации какие-то вам подобрать, либо, соответственно, психокоррекционную программу сформулировать. Вот. То есть это, как бы, уже дело в общем, в общем, в общем практике. Это дело уже практики. Ну, вот. А, значит, это игнорирование почти всегда. Почти всегда это игнорирование определенной угрозы. То есть, вот, вы игнорируете определенную, определенную угрозу. Ну, вот. К сожалению, вы игнорируете те аспекты, которые, вот, ну, вас касаются. И вот эти панические атаки возникают. Вот. Все панические атаки могут быть связаны с, например, личными границами. То есть, когда, допустим, человек не защищает свои личные границы, позволяет их нарушать, подавляет свои чувства. Игнорирует то, что происходит вокруг него. Вот. Вот. Вот эти моменты все, в том числе, они важны и играют очень большую роль при образовании панических атак. Что касается страха смерти, то здесь ситуация несколько сложнее, на мой взгляд, потому что, с одной стороны, страх смерти, это перенос такой ответственности, что, ну вот, я боюсь, там, к примеру, смерти. Вот. Вот. Я боюсь умереть. Вот. Но, почему я боюсь умереть? Что для меня такого страшного? Ну вот, я думаю о том, что будет. Я думаю о том, что будет, и я не думаю о том, что здесь и сейчас происходит. Вот. Я сравниваю свои желания, да, сравниваю свои стремления к жизни, с тем, что может быть в будущем. Вот. То есть, как бы, вы подавляете свою жизненную энергию, подавляете свое стремление, точнее, свое стремление жить. Вот. И, соответственно, возникает страх смерти, как, ну, в общем-то, вполне себе естественная реакция на такие насильственные действия. Вот. С другой стороны, с другой стороны, раз вы боитесь, то есть, условно говоря, думаете о смерти, значит, вы так или иначе хотите ее. Ее. Значит, вы так или иначе хотите умереть? Видимо. Вот. Вам это, видимо, зачем-то нужен? Видимо. Вам, видимо, для чего-то, ну, вам хочется умереть? Вот. Ну, и, собственно, вопрос весь заключается в том, вот, опять же, да, почему, почему вы хотите умереть? То есть, это у вас желание такое. А если это такое желание, то с чем оно, ну, к примеру, да, с чем оно связано, это желание? Так. Почему я хочу умереть? Что я хочу этим, ну, к примеру, доказать, да? Допустим. Вот. То есть, это вот такие аспекты, да, которые, ну, необходимо разрешить вам, именно вам, необходимо эти аспекты разрешить. Вот. И мне кажется, мне кажется, начинать нужно с этого. Вот. Что касается того, что вы, как печенье задыхаетесь, вот, это уже скорее следствие. Вот. Ага. Депрессия, депрессивность. Ну, наверное, депрессивность является диагнозом. Как бы. Вот. То есть, депрессия является именно, ну, диагнозом. То есть, это диагноз. И депрессия может диагнозировать вам только врач, врач, психотерапевт, либо клинический психолог. Вот. А психиатр. То есть, как бы, депрессия, это вы себе, сами, вот, ну, назначили, сами назначили, что у вас депрессия. Вот. Ну, я так не думаю, что у вас депрессия. Вот. Страхи. Ну, опять же, про страхи, там, мы, как бы, говорили уже, что есть страх. Вот. И, в общем, в общем-то, повторять я, если честно, смысла никакого не вижу. Что это будет, то, что я их постараюсь. Задыхалка, страх и депрессия. А, избавляться. Избавляться. А, избавляться не от чего не нужно. Нужно освобождаться и раскрывать. У ваших панических и панических атак, так же как и у ваших, у вашего страха, смерти, условно говоря. Есть причины. Есть причины. И причины, к сожалению, вполне объективные и адекватные. То есть причины, почему вы, ну, значит, боитесь, вот, именно, именно этого. И испытываете панические атаки. Но вот пока эти причины не будут выяснены и не раскрыты, ну, я думаю, что ничего в вас не выйдет. То, что вы склонны, например, к тому, чтобы пытаться избавиться от чего-то, в кавычках, то это говорит о бессознательном обесценивании себя. О том, что вы готовы, значит, пренебречь своими чувствами. То есть вот я сейчас избавлюсь от, ну, например, от страха, да. И всё, и всё будет хорошо. И буду жить. Но ведь вы же понимаете, что это ведь не просто так пришло. Вот. Поэтому данный аспект необходимо тщательно зафиксировать. Вот. И относиться к нему нужно серьёзно. Максимально серьёзно. Вот. Ну, потому что это ваша жизнь. И потому что это то, что вот прям напрямую влияет на вашу жизнедеятельность. Вот. И вы никак не заслуживаете... Ага. Того вы никак не заслуживаете. Того... Того, что... Чтобы обесценивать, что нужно... Свои числа. Вот. На мой, опять же, взгляд. Вот. Поэтому... Такая вот история. Такая вот история. А вот... В принципе... Так, я думаю, можно ответить вам... Такую можно дать вам... Такую можно дать вам... Рекоменда... рекомендацию. Вот. Такой вам можно дать в данном случае совет. На этом все. Мне надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы. Вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. Всего удачи.